Включим электрический чайник и послушаем звук, который он издает. Чайник начинает шуметь спустя короткое время после включения, хотя вода в нем еще не кипит. Этот процесс заслуживает отдельного изучения. Чтобы посмотреть, что при этом происходит, поставим на плитку прозрачный стакан с водой, а температуру будем измерять термодатчиком. Когда вода нагрелась до 40 градусов, стенки стакана покрылись мелкими пузырьками. Но к кипению этот процесс не имеет никакого отношения. Это выходит из воды, растворенный в ней воздух. При 80 градусах пузырьков на стенках почти не осталось. Вода в стакане стала негромко шуметь, и в ней появились другие пузырьки, всплывающие со дна. А при 90 градусах и шум, и образование пузырьков усилились. Посмотрим на эти пузырьки в замедленной съемке. Пузыри растут на дне, отрываются, а затем всплывают, и при этом уменьшаются до совсем маленького размера. Сейчас температура воды ниже 100 градусов, а температура плитки, конечно, выше 100 градусов. Поэтому у самого дна вода разогревается до 100 градусов, и в ней образуются пузыри водяного пара. Когда пузырь всплывает, он охлаждается. Пар в нем конденсируется, и пузырь схлопывается. При схлопывании каждый пузырь издает звук. Мы записали звуковой сигнал на микрофон. Вот звук от одного слопнувшегося пузыря, а вот от еще одного. При 100 градусах вода активно кипит, но пузыри идут не со всего дна, а из отдельных точек на дне, так называемых центров парообразования. Вот как выглядит этот процесс, если его заснять на скоростную камеру. Теперь пузыри при всплытии не уменьшаются в размерах, а только увеличиваются и становятся похожими на больших медуз. Когда мы уменьшили нагрев плитки, нам удалось увидеть, как из всех центров парообразования остался только один, от которого поднималась цепочка, создаваемых этим центром небольших пузырьков. А теперь еще один опыт. Вода в стакане перестала кипеть, мы снимаем его с плитки и бросаем в него щепотку соли. И о чудо! Вода в стакане на мгновение закипает снова. Можете ли вы объяснить это удивительное явление? Свои соображения на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok